Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас очередное видео по применению вооружения на Апачи, а также будут другие дополнения по данному модулю. Первое, что мы рассмотрим, это применение НАР при помощи нашего пилота, но когда нам цель указывает наш Джордж. Итак, выводим меню Джорджа, левый контрол плюс В, и здесь мы сразу видим в правом углу пушка количество снарядов. Коротко влево меняем следующее вооружение Hellfire, еще раз коротко влево меняем ракеты. Коротко вправо меняет количество ракет в залпе, вот видите, меняется, но я оставлю 4. Далее, что нам надо долго вверх сделать так, чтобы ракеты стали зелеными, это означает, что наш Джордж будет стрелять на автомате, ну и потом наше перекрестье наводим в ту зону, где мы хотим, чтобы Джордж искал цели, и нажимаем коротко вверх. Джордж, видите, понял, ищу цели, и вот у нас в левом углу есть выбор целей. Кнопками Джордж вверх-вниз, ну это то бишь В и С, выбираем ту цель, которую мы хотим атаковать, и коротко вправо, это захват цели Джорджа. Все, мы снимаемся с паузы, и все, что нам остается, это нашу рельсу ракет накладывать на захваченную цель, удерживать в этом районе, а когда будут нормальные параметры для стрельбы у Джорджа, он автоматически произведет стрельбу при помощи НАР. Итак, летим, сейчас я так приближу, будем стараться совмещать вертикальную линию рельса близко с вертикальной целью, ну точнее с вертикальной линией нашего крестика, и видите, Джордж уже начинает автоматически стрелять по цели. Ну, понятное дело, с такой дистанции, учитывая рассеивание НАР, будут попасть не совсем-то просто. Вот. Принцип, я думаю, здесь понятен. Верхняя линия и нижняя рельсы, у нас подвижные пилоны, и как раз-то вот эти верхние линии на рельс показывают те лимиты, те ограничения, которые имеет наш пилон на подъем и опускание. Ну, видите, вот Джордж опять стреляет. Иногда, ну, он вообще бывает лупит просто в цель, но все зависит от того, насколько, скажем так, вертолет более или менее ровно летит. Ну, в общем, принцип именно применения ракет с помощью Джорджа именно такой. Кстати, скорость рекомендуется, вроде как, выдерживать в районе, ну, не более ста, соответственно, узлов. Давайте теперь перейдем к применению уже при помощи нашей нашлемной системы целеуказания ракет. Теперь посмотрим ракеты при помощи нашей системы целеуказания нашлемной. В принципе, принцип тот же самый, только там нам цель указывал оператор, а тут мы ее должны указывать при помощи именно нашего перекрестия на нашлемочке. Выбираем ракеты, ставим вот дальность на автомате. Ну, и, в общем-то, все, что нам надо, это удерживать вот это вот перекрестие на той цели, которую мы хотим поразить, ну, и, соответственно, еще и совместить с этой рельсой. То есть, видите, раньше нам надо было рельсу совместить по вот этому вот перекрестью, а теперь уже мы должны сами визуально эту цель опознать, наложить, соответственно, наш глазок на цели, рельсу на перекрестие и произвести залп. В таком случае мы должны будем попасть. Давайте сейчас попробуем это сделать. Ну, занятие такое не очень простое, то есть, как по мне, ну, может из-за того, что я не привык, все-таки на наших отечественных вертолетах по этой неподвижной метке на Илсе намного проще или интуитивнее, понятно, цель. Ну, стреляю, видите, примерно куда-то попал. Понятное дело, что чем дальше вы отводите метку от центра лобового стекла, тем, скажем так, большим боком или как-то, ну, как-то надо лететь на вертолете, чтобы совместить нашу рельсу с этим перекрестием прицела. Следующее, что мы рассмотрим, это применение хеллфайеров с места пилота по целеуказанию Джорджа, ну, и, соответственно, и самим Джорджем будут пускаться ракеты. Итак, левый контрол и В выводим в меню нашего Джорджа. Опять же, коротко влево меняем на хеллфайеры. Здесь два режима. Режим захвата цели лобал до запуска и луал после запуска. Коротко вправо меняются эти режимы. Если вы находитесь на режиме захвата цели после запуска, есть траектория дир, то бишь прямая. Дальше долго вправо меняется на лоу и еще раз долго вправо меняется на хай. Ну, давайте мы в режиме захвата цели до запуска применим наш хеллфайер. Желтое это означает, что туры будут пускаться только после того, как вы дадите разрешение на пуск. Зеленое долго вверх. Это означает, что наш Джордж будет делать все сам. Итак, опять же, коротко вверх нажимаем для того, чтобы Джордж начал искать цели. Видите, ну, давайте какую-нибудь есть писишку выберем вверх-вниз. И коротко вправо выбрали цель. Видите, Джордж сам ее захватил и сейчас должен самостоятельно будет произвести пуск. Ждем. Есть. Все. Джорджик произвел пуск. Тур пошел и ждем попадания. Бабах. Цель поражена. Если вы хотите видеть то, что Джордж куда стреляет, заходим в меню. Дальше выбираем видео. И здесь выбираем текст. На экране выводится изображение. Ну, и здесь можно выбрать зум. Давайте еще раз дадим команду на поиск целей Джорджику. Выберем какую-то из этих двух APC. И пожалуйста, вот видите, на экране вы можете видеть ту цель, которую Джордж выбрал. Ну, и сейчас он тоже ее должен будет проатаковать. Есть. Произвел он пуск. Давайте посмотрим за поражением цели. Бабах. Давайте теперь я переведу в режим стрельбы по нашей команде. Опять же, даю Джорджу команду на поиск цели. Давайте выберем какой-нибудь трак. Вот он выбрал грузовичок. И теперь для того, чтобы он стрелял, необходимо зажать и держать кнопку разрешения огня для оператора. Сейчас я после выстрела покажу в меню. Видите, атакую. И производит спуск. Я удерживаю до момента схода ракеты. Хотя, ну, потому что, ну, на моем джорстике, по крайней мере, коротко не всегда отрабатывает. Все, цель уничтожена. Заходим в настройку управления. Вот она кнопка интерфейса и Джорджа. Команда согласия на огонь. Следующее, что мы рассмотрим, это применение наших туров в режиме захвата цели после запуска и по навесной траектории. Итак, что нам для этого надо сделать? Ну, во-первых, здесь меню. Выбираем weapon. Далее выбираем наш missile. Здесь вот они. Включаем главный. Есть прямоугольник. Есть обравление квадратами. Далее type. Здесь должен быть sal выбранное. Mode. Норм. Правильно. Траекторию здесь я поставлю на low. High из-за того, что дистанция тут до цели не очень большая, скорее всего перелетит. Поэтому на дистанциях там 3-4 километра лучше ставить либо дир прямая, либо low. То есть небольшой навесик, потому что по высокой траектории тур не попадает. Проверяем, чтобы здесь ЛРФ и канал также у нас был на. Ну и видите, мигает наша ракета. Она готова к пуску. Далее нам необходимо вот этот вот монитор перевести в режим атака. Сейчас у нас вот здесь горит фаза NAV. Нам надо нажать, чтобы была фаза атак. И переходим на целеуказание от нашего ТЭЦ. Далее давайте найдем какую-нибудь цель на нашем ТЭЦе. А вот, например, этот грузовичок. Замеряем на нем дальность до цели. И параллельно нажимаем клавишу 100. И видите, здесь появилась цель Т01. Также красным появилась Т01. Далее нажимаем координаты. Выбираем координаты нашей точки, которую мы сейчас будем атаковать. И нажимаем клавишу Slave один раз. Вот тут еще выбираем сначала точку. Вот. И отпускаем Slave. Забыл вот здесь нажать. Ну и все. У нас, в принципе, все готово. После этого мы включаем наш лазерный дальномер. И производим пуск ракеты. Забыл снять с предохранителя. И ракета выходит по средней траектории. Теоретически она должна попасть. Но можно чуть-чуть подсветку нашу скорректировать. Давайте ждем. Все. Есть попадание по цели. То есть, когда мы производим пуск в режиме захвата цели после запуска, нам необходимо обозначить вот эту точку. Давайте еще раз сейчас повторим эту процедуру. То есть, мы наводимся на любой объект. Я вам сейчас покажу, где это находится. Команда 100. Выйдем с меню координат. То есть, вы выбираете любую цель. Замеряете до нее дальность. Нажимаете команду 100 для того, чтобы создавалась точка, именно куда полетит ваш тур. Потому что он может стрелять по целям, которые вообще находятся вне пределах видимости. То есть, как бы в тур, ну, с горкой туда залетает за укрытие. Вот у нас появилась эта целевая точка 002. Опять же, заходим в координаты. Выбираем ее. Потом нажимаем вот сюда вот. Нажимаем команду slave. Отпускаем команду slave. Производим пуск. Ну, и одновременно подсвет цели. Ну, и дальше мы можем немножечко подкорректировать уже после пуска, именно подсветку нашей цели, чтобы тур попал точно в цель. Вот такая вот последовательность, когда вы применяете туры в режиме захвата цели после запуска. В настройках управления вот это вот клавиша 100 в разделе оператор. И здесь у нас, вот она, переключатель store update в режиме store. Вот, в общем, вот эта вот команда вам нужна для того, чтобы ставить целевую точку. Физически она находится вот здесь. Вот этот вот переключатель, вот он. Если говорить физически, вот он, пожалуйста, вверх ставит нашу целевую точку. Ну, и, соответственно, видите, на экране можно, в принципе, это меню сразу оставлять. Здесь будут высвечиваться все ваши точки. Вот, например, я ее чуть-чуть сдвину. Сейчас. Давайте. И поставлю. Еще какую-нибудь целевую точку. Ну, видите, я сдвинул, замерил дальность и, видите, добавил четвертую. И точно так же можно по этим точкам, которые вы тут обозначили, например, можно перемещаться. Четвертая точка, например, мы хотим первую точку. Выбираем первую точку здесь и здесь. Потом нажимаем команду slave и slave отпускаем. Сlave это вот эта вот кнопка на правом целеуказателе. Надо нам посмотреть в четвертую точку. Выбрали четвертую точку. Нажимаем slave. Ну, видите, она была пустая. То есть мы можем вот таким вот образом добавлять целевые точки. Ну, как бы, например, произвести разведку сразу тех целей, которые мы хотим поразить, а потом просто-напросто их выбрать и проатаковать хоть в прямом режиме, хоть в непрямом. То есть, ну, тоже достаточно удобная такая функция. И еще один момент, что мы рассмотрим, это по выводу изображения с ПНВС и с ТЭЦ на наш наглазник. У нас на носу вот есть внизу наш ТЭЦ, а сверху расположен ПНВС, прибор ночного видения, для того, чтобы можно было пилотировать. Итак, что нам для этого надо? Заходим в настройки управления. Здесь есть НВС-мод переключателя режима ПНВ вверх, это для включения, и ПНВ вниз, это для выключения изображения в нашем наглазнике. И также есть источник целеуказания, ПНВС это прибор ночного видения, а ТЭЦ это, соответственно, наша прицельная система. Итак, мы включаем кнопкой вверх наш вывод изображения в наш наглазник, и, пожалуйста, видите, поворачивая наш наглазник, вы видите, насколько достаточно точно он накладывается изображение. То есть, таким образом вы можете пилотировать вертолет. Это изображение идет с ПНВС, считается, что ПНВС как раз-то для пилота, который сверху, а ТЭЦ это для оператора, для того, чтобы наводиться. Но мы можем переключить выбор источника на ТЭЦ, и тогда мы уже перехватим нашу прицельную систему оператора, то есть оператор в этот момент не сможет ей пользоваться, и, пожалуйста, вы можете также управлять и ТЭЦ. Это, кстати, полезно. Например, вы летите, к примеру, в вашем ПНВС, в тот раз смотрите, обнаружили грузовичок какой-то. Вы переключаетесь на ТЭЦ не для того, чтобы говорить, что там, например, курс 247, посмотри там грузовичок, перехватываете ТЭЦ у пилота, у оператора, и после этого выключаете ваш наглазник. Если мы переместимся в кабину оператора, вы видите, наш прибор наведения как раз будет смотреть в ту точку, на которой вы выключили у пилота вот этот вот наглазник. Ну и точно так же он работает, конечно же, и у оператора. Вот это то, что я хотел добавить по достаточно-таки вот этим вот удобным функциям для, ну, в первую очередь, ночного пилотирования. Ну, а на этом данное видео я заканчиваю. Если что-то тут упустило или были какие-то неточности, то поправляйте меня в комментариях. Ну и, конечно, всем хороших полетов.